Линда Нигматулина Все пространство Его образ, его жизнь, его творчество Путеводные звезды для Линды Даже его гибель И та оставила неизгладимый след на ее характере Она с детства научилась защищаться Рассчитывать только на себя И с достоинством усваивать Жестокие уроки жизни Ты знаешь, мне кажется, мне ужасно везет в жизни с людьми Безумно везет Я всегда встречаю каких-то очень правильных, благородных людей А подобное притягивает подобное Дай бог, спасибо тебе огромное Дай бог, что так и есть, так и будет Потому что были моменты, когда просто аховые моменты Когда ну все, нет, нечем платить за квартиру Нет ни денег, ни возможности Нет тупой еды И были люди, которые говорили, ничего-ничего Все будет хорошо, ты продержись Я очень много выходных Вот именно суббота и воскресенье проводила у своей любимой тети Это бабушкина младшая сестра в колхозе Это был такой Козылгарат Сейчас Козылхайрат называется 20 километров от Алматы И я помню, это были самые счастливые моменты Когда я приезжаю, контроля нет, мамы нет Все родственники тебя обожают Хочешь малину кушай, хочешь там немытую кушай Ее манты с тыквой Я до такой степени их люблю, что научилась готовить До такой степени их люблю Поэтому там были бараны, которых я кормила, я помню Был один момент, когда, как, знаешь, измолчание и гнят Когда я уперла маленькую овечку в поле И мне казалось, я его спасаю этим самым Его должны были, вот мы приехали из города гости Должны были его зарезать Я говорю, дура, что ты делаешь, его тут собаки съедят Ну, в общем, короче, это бы я так плакала, я помню Ну, барышка в итоге съели, не смогла я его спасти Но это повлияло на мое мировоззрение То есть то, как я сейчас живу Линда, только что наблюдала за тобой и за тем, как ты общаешься со своим сыном Очень опекаешь Сумасшедшая мама? Да Я даже не стесняюсь этого, да Я сумасшедшая, он у меня один Я ему всегда говорю, было бы у меня 10, понимаешь Может, я была бы спокойнее, ну да Я его провожала там в школу до 5-го, до 6-го класса Он все ругался Сумасшедшая Ты родила его достаточно рано Да А в 18 было? Да, в 18 было В 17 я вышла замуж, в 18 я уже родила Почти в 20-19 с чем-то я уже разбилась Во многих своих интервью ты говоришь о том, что очень переживала отсутствие папы в жизни При этом, не задумываясь сама, решила своего сына Перед глазами не должно быть у ребенка отношений, которые рвутся и которые теребят его душу Я считаю, что я приняла абсолютно правильное решение Потому что отношения были на тот момент уже совсем тяжелые И расти в такой атмосфере, поверь мне, гораздо хуже, чем то, что он имеет здесь Расскажи чуть поподробнее о ваших отношениях с твоим первым супругом Ну, там все очень просто Нереально талантливый человек Я буду говорить это всю жизнь Безумно талантливый Мухтар Утали – это очень талантливый человек Он талантлив во всем Как по-настоящему любой талантливый человек Жили мы недолго В большой любви С огромной ревностью И вот как-то вот в этом плане не сошлось у нас То есть мы поняли, что мы друг друга просто терзаем Поэтому мы приняли такое решение Но я всегда ему буду благодарна за то, что он настоял в тот момент Я девчонка маленькая, 18 лет О какой беременности речь, о каком ребенке И он тогда настоял на том, чтобы родился Аль Рами И я до последнего вздоха буду благодарна этому человеку Линда и Мухтар Об этой талантливой и яркой паре В те годы суд дачила вся музыкальная тусовка Казахстана Он уже известный исполнитель Солист популярной группы Бублики Она – начинающая певица из герлс-бэнда Нисо Их объединяло многое Любовь к музыке Философский взгляд на жизнь И талант Которым оба были наделены сполна Была большая любовь Огромные амбиции и потенциал Не хватило малого и самого простого Понимание Сегодня у Мухтара другая семья Линда пока одна Она не может позволить себе ошибиться дважды И главное для нее сегодня Реализоваться в профессии И вырастить счастливого человека Более того, я знаю, что у тебя дома живут шесть кошек Да, шесть кошек В свое время собранные, вылеченные И так получилось, что кого-то мне удалось отдать Кого-то не удалось И кого-то не удалось Теперь это мои любимые, замечательные кошки Еще есть маленькая собачка, но это подарок Она такая совсем маленькая Такая вся Она меньше, чем любая моя кошка Кося доходяшка Итого семь животных, да? Наверное, подпитываюсь от этих созданий Потому что это совершеннейшие ангелы Совершеннейшие благородние существа И благодарные, что самое главное Проблем они мне точно никаких не доставляют То есть, если бы были какие-то проблемы Может быть, я с ними не боролась бы как-то Но этого не происходит Я думаю, бог милого Он просто жалился надо мной Если я еще буду за ними Потому что и квартира вся на мне И работа каждый день И ребенок подросток У которого тоже свои нюансы Каждый день свои вопросы И сейчас еще шесть кошек Которые будут выносить мне мозг Я думаю, бог просто жалился Потому что они абсолютно не проблемные у меня Всего должен быть какой-то смысл Понимаешь? Я всегда его искала С детства Поэтому я была такая Когда я поняла, что я не могу Даже если я с разбега ударюсь А этот мир головой Я ничего не изменю Менять надо себя И начинать с себя И быть примером Тогда я начала работать над собой Это было много позже, чем я закончила школу Поэтому в школе я была, да Неуправляема Мне приходилось очень много защищаться В школе Были ситуации, когда Я никому еще не рассказывала об этом Эксклюзив для вашего зрителя Когда меня 32 человека в классе 30 ждут меня после занятий Чтобы обкидать снежками И ты сидишь в школе и думаешь Выходить, не выходить Вот сейчас закидают Понимаешь? То есть у меня был такой протестный процесс Я никак не могла найти Правильный путь Куда вот Как мне встать на него На колею И как мне идти А когда произошел Вот этот момент переломный Это постепенная штука Я поняла Это постепенная штука Это вот как пазл Складываются Вот огромные картины Маленькие мозаички Сначала одно какое-то осознание пришло Потом книги правильные Начали приходить в мою жизнь Потом я сама начала искать информацию Потом какие-то друзья мамины Все время приходили К нам очень серьезные люди Серьезные философы Эзотерики Когда они начали мне рассказывать Это я поняла Что я должна с нескольких сторон Изучить вопрос мироздания Это как игра в карты Я все время об этом говорю Когда ты знаешь Правила игры Вот ты в дурака же Когда играешь Ты будешь сначала выкидывать тузы Ты же проиграешь То же самое и здесь Ты гораздо качественнее и правильнее живешь Если ты знаешь законы Этой планеты А законы я выделяю всего два Закон природы Закон совести Закон природы Это взаимоотношения С окружающим миром С планетой Земля С природой С животными Да Милосердие Все должно быть Милосердие Все такое милосердие Милосердие И закон совести Это взаимоотношения с людьми Не убей Не предай Те же самые постулаты Которые есть во всех религиях Ты действительно живешь по ним? Вот в том-то и дело Что я действительно по ним живу И тогда Когда не очень это удобно Когда вот вроде бы никто не узнает Можно здесь еще что-то У меня мысли не возникает Я потом анализирую и думаю Молодец Да, тяжело Бывает очень тяжело Бывает просто нет денег вообще Артист что такое? Человек предложение Есть сегодня картина Есть работа Нет картины И предложения Нет работы Бывает безумно тяжело Но в том-то и суть Мы живем в дуальном мире Каждую секунду ты на перепуте И каждую секунду ты делаешь выбор